Еще в пятницу Андрей Броскин защищал диплом в индустриальном колледже. Сегодня же отправляется в армию. Говорит, доволен, что дали доучиться и получить профессию. Теперь он дипломированный специалист. Все служат, говорят, интересно. Надо тоже сходить попробовать. Надо долго дать родине. Отслужить, прийти, вернуться. Другая жизнь начнется после армии. Весь последний месяц Андрей помимо учебы готовился и к армии. Больше физически. Подтянуться 20 раз и столько же отжаться на брусьях для него не проблема. Сказывается спортивное прошлое Андрей и боксер, и каратист. А вот Наталья Александровна сегодня провожает в армию младшего сына. Старший уже служит. Поэтому волнения меньше. Знает, что ждет призывников в армии. Нужно. Нужно. Что делать? Конечно, хотелось бы, чтобы дома был. Чтобы вернулся побыстрее. Проводить ребят сегодня пришли сотни. Родители, бабушки, дедушки и, конечно же, верные друзья и подруги. Желаю счастья, добра, веселья в армии ему, удачи, и чтобы он вернулся целым и здоровым. Больше желаю тебе, чтобы у тебя все было хорошо. Будем тебя ждать. Удачи тебе во всем. Спасибо. Сегодня служить в армию отправились 50 ребят. Это в два раза больше, чем обычно. И, по словам работников военкомата, будут группы и еще больше. Каждый день в течение недели вооруженные силы будут отправляться по 60 и 70 череповчан. Это студенты и учащиеся техникума в колледже и училищ, которые только-только получили дипломы. В последнюю неделю призыва пойдут новобранцы с высшим образованием. А еще впервые за несколько лет служить в армию отправятся 50 призывников, имеющих судимости за нетяжкие преступления. Просьба убедительная. Значит, отдать долг родине, как говорится. Значит, прийти всеми здоровыми и возрослевшими. Хорошо, да? Пишите родителям еще раз, потому что родители очень беспокоят нас. Мобильные телефоны ребята берут с собой. Сейчас это не запрещается и даже приветствуется, чтобы по приезду в военную часть созваниваться с родителями и близкими. Еще рекомендуется с собой взять средства личной гигиены, нитки, иголки. Возможно, иду. А вот на спиртное – табу. Так же, как и на ножи, заточки и тому подобное. В этом году ряды российской армии пополнили уже более 300 череповецких ребят. Еще около 400 сделают это до середины июля. Ребята, счастливые! Ребята, счастливые! Ребята, счастливые!